Нуждается ли в каком-нибудь предварении и объяснении то, что делает Елена Камбарова на подмостках? С одной стороны, нет. Это искусство, его не надо особенно объяснять. Но как явление нашей эстрады, а Камбарова все-таки эстрадная певица, наверное, несколько слов сказать нужно. Одни говорят, что это эстрадное пение, да. Другие говорят, что это театр одного актера, может быть. Но в конце концов, какая разница, как это назвать? Перед нами некая новизна ее творчества. Она решилась сделать программу, которую пока называют скромно «Русский цикл». А вот выходит пластинка, и пластинке дано название по одной поэтической строке, входящей в эту композицию. Да, синит, тишина. Но дело не в названии. Так или иначе, перед нами маленький спектакль. Он маленький по времени сравнительно, он очень большой по содержанию. И тут еще несколько слов об индивидуальности Камбаровой, потому что, мне кажется, только актриса, именно это слово я сейчас хочу употребить, актриса такого плана могла взять на себя такую нелегкую обязанность рассказать со сцены певческим голосом о судьбах России, рискнув шагнуть в эпос и в трагедию. Может быть, со мной будут спорить знатоки актерского искусства, пусть спорят, даже интересно. Но Камбурова, мне кажется, трагическая актриса. У нас их очень мало. Для трагического актера, как говорил Сальвини, потом эти слова очень любил повторять Станиславский, нужен голос, голос и голос. Не только голос, конечно, но здесь, я думаю, что под словом «голос» подразумевается очень многое, потому что человеческий голос – это не просто инструмент, выпивающий той или иной силы звуки и мелодию. Нет, это некий способ дать выпиться человеческой душе. Вот таким голосом обладает Камбурова, таким темпераментом она обладает. Это первое, что нужно было для того, чтобы рискнуть на такой рассказ о России, о России в ее падениях, взлетах, о ее плачах, о ее страданиях, о ее надеждах, и все это соединить в одно. Но не случайно в эту тему вступила именно трагическая актриса. И я бы сказала, что перед нами такая небольшая трагическая фреска. Хотя она звуковая, а не живописная, но в ней есть своя звуковая и живопись тоже. И еще вот, что мне кажется важным. Елена Камбурова очень внимательна к тому, что можно назвать звуком народной жизни. Я не знаю, как определить поточнее то, о чем мне хочется сказать. Это звук человеческого голоса и человеческих голосов. Он массовый и индивидуальный. Он то пропадает, то звучит. Он доносится к нам как бы из глубины истории. А вот внимание к нему, слух к нему, он был обострен у Александра Сергеевича Пушкина. Он был обострен, скажем, у Мусоргского. Он к нам дошел голосом Шаляпина. Потом он заставил всех нас вздрогнуть, когда к нам явился Владимир Высоцкий. Кого-то покоробит это сопоставление. Для меня оно очень органично. Я не говорю сейчас о высотах и более низких ступенях, на которые стоят художники совершенно разного плана, поэты и композиторы. Дело не в этом. Я говорю только о внимании к голосу народа, а можно сказать, к голосу Земли, к звуку Земли, к тому, как она живет, как она мучается и страдает. И особенно в наш век, когда научно-технический прогресс имеет свои крайне опасные оборотные стороны, и мы о них все знаем и живем под их давлением. Этот звук бывает приглушен. Камброва его извлекает и соединяет очень органично в том сплаве народных запевов, песен современных композиторов, слов таких поэтов, как Соснора, Самойлов, Ким, в напевах и мелодиях таких композиторов, как Дашкевич, Никитин. Все это предстает абсолютно, на мой взгляд, органично и завершается прекрасной песней Дашкевича и Кима, которую вы услышите сами, я ничего о ней не буду говорить. Это и мольба, и молитва. И вот этот звук тоже уходит, мне кажется, вглубь веков, хотя парадоксально выявлен и дан нам абсолютно современным человеком, современной певицы и актрисы Еленой Камбровой. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok ПЕСНЯ 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 Дед Паврадом с ножами до таран. 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 Т Wherever you are! Дед Паврадом с ножами до таран. Дед Паврадом с ножами до таран. Дед Паврадом с ножами до таран. Лежит Иван не молитву шуча Кажется Ивану, что он криком кричит Кажется боярам, что он молча лежит Молча лежит, губами ворожит Думают бояры, хоть бы встал он сейчас Хоть бы дешил себя, попугал он нас А на колокольне в встанной зарю Весело-весело в ладонь спонарю Раскачала звонница дом, дом Собирайся в больнице на дом, на дом Буйная голубушка, в мини-проси Красный царь, встаня салази Господи, душу его спаси Буйная голубушка, встаня салази Вьются тучи, как знамена Небо цвета кумача Мчится конная колонна Бить Емельку пугача А Емелька, царь Емелька Страха люди нападит Бородатый пьяный в стельку Чистый горница сидит Говорит, у всех достану Три машину из пупа Одного купить не стану Православного папа Ну-ка, батя, сядь в Кавкаде Кружку браки раздави И мои степные родди Правый бог, благослови Правый бог, благослови Поп ему Послушай, сыне По степи копытный звон Слушай, сыне Ты отныне на погибель Обречен Как поднялся царь Емеля И вы, бражники Друзья Или силой Оскудели Мои князи Горавия Как он горкнул Где вы, князья Как ударила кулаком Конь встрапнула Букан на вязи Под кровным чебраком Как вращался Он с лусь тени Как коснулся Алых губ Разорвал он Ворот синий И заплакал Душегуб Ты зови меня Эмелькой Не зови меня Петром Был мужик я Так и мелкой Возмечтал Ореть орлом Предадутся меня Сегодня Слава Богу Предадут Быть На это Власть Господня Государем Не дадут Как его Пояре Встали От тесого Стала Но веши Его сказали Снова Наша Не взяла Вьются тучи Как знамена Не в цветах У моча Мчится конная Колонна Пить мельку Пунгача Пить мельку Пунгача Пить мельку Пунгача Путь мельку Пулюй Побед不能 Что Может быть Путьging Ну Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok 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 Добавил субтитры DimaTorzok 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 Душа в небесах и прости нам обиду. Душа в небесах и прости нам обиду. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...